Итак, уважаемые, сейчас мы посмотрим поздних маток, которые облетались. Это у меня здесь небольшая семечка и здесь, ну типа нуклеусов. Я их в зиму, конечно, пускать не буду, объединю. Сегодня у нас 13 сентября 2017 года. То я постараюсь вам показать качество. Какие бывают матки качественные и какие бывают некачественные. В чем заключается качество? И могут ли быть поздние матки хорошего качества? Это был нуклеус у меня. Да, вот они тут сидят немножко, так сказать. Но мы сейчас проверим, что они тут у нас наделали. Челы тут не сильно. Вот челка сидит, видите? Челки тут есть. Была буря, они все скомплектовались. Кормить я их не кормил, потому что я рассчитываю, что мы их просто-напросто рассортируем. Вот, посмотрите сюда. Вот это расплод. Видите расплод? Мне такой расплод не нравится. Видите, он пестрый, говорят, или сетчатый. Правда, тут пчелки выходят. Вот, матка есть тут, как говорится. Качество такой матки нам не нравится. Сейчас мы посмотрим, где тут матка. Я даже не дымил. Вот. Ну, с этой стороны не видно. Глянем. Какая матка на вид. Потому что разводить таких маток я не жажду. Но они, естественно, получаются от некачественного оплодотворения. Некачественного спаривания. Здесь тоже расплод пестренький немножко. Но пчелы достаточно здесь хорошо. В смысле, она обогревает хорошо. И вот, смотрите, видите, пестренький расплод. Вот, матки я здесь не вижу. Вот, но она тут была. Итак, смотрим следующее. Возможно, что на крайнем. Вот. Здесь тоже пчела на выходе. Матки я здесь не вижу. Где она сбежала. Пчелы кучно сидят. И здесь нема. Вот такой расплод пчела выходит. Был здесь. Ну, мне он не сильно нравится. Такой расплод. Сильно мне кажется, что он пестрый. Вот. В смысле, заэтованы, как говорится. Некачественные. Я просто семейку эту расформирую. И она разлетится по другим, это самое, семьям. Итак, здесь тоже маточки не вижу. Смотрим дальше. Хотя я не дымил. Матка не должна сбежать. Обычно, когда поднимешь, матка падает на землю. В смысле, на низ. На пол. На пол падает. Не видно, не видно. Вот. Желательно, конечно, увидеть эту хозяйку. Ну, да ладно. Если ее нету. В смысле, спряталась где-то, не страшно. Пока что не вижу быстрым темпом. Советую всем, желательно купить маркер и маркировать маток, чтобы видно было всегда, особенно. Я это, считаю, что это полезный вариант. Хотя я этим не пользовался методом. Но считаю, что это лучше. Когда у вас все, как говорится, отмечено. И вам легче найти и быстро найти матку. Вот такая вот ситуация. Матка была, но ее нету. Не вижу. Может, где-то спряталась. Ну, да ладно. Смотрим следующий. Я хотел показать расплод. И поэтому я показал, что матка при таком расплоде некачественная, она не годится. Перебираемся дальше. Закрываем этот. Смотрим другой. Я знаю, что матка здесь была. Но куда-то исчезла. Нет проблем. Смотрим следующий. Здесь чили поменьше. Но матка качественная была. Я хотел показать качественный расплод. Вот. Но тут не только одна матка была. Еще матка и в клеточке была. Это я как-то снимал видео. Поздняя матка. Там она... Недалеко. Вот. Вот так как она оплодотворила. Сейчас мы посмотрим. И тут будет существовать две матки, как говорится. Поэтому я ничуть не переживаю по некоторым вопросам. Вот, пожалуйста, посмотрите, какой расплодик. Видите? Поздняя матка дала хороший расплодик. Видите? Сплошной. Сплошной расплодик. Очень качественный. Ну и еще одна матка у меня закрытая в клеточке. Посмотрите. Такой расплодик приятно. Я такую матку, естественно, оставлю. И подсажу, куда мне ее требуется. Сейчас я посмотрю, где эта маточка спряталась. Вот. Расплодик хорошего качества. Ты приближал? Угу. Вот. Сегодня 13 сентября, как мы видим. Матка хорошая. Вот она, маточка бегает. Видите? Вот она, вот она, маточка бегает. Вот она, вот она. Видите? Вот она. Вот она. Это молодая маточка. Уже вот тут расплод по центру выходит. Вот она маточка. Сеет она хорошо. Вот. И с этой стороны уже расплод по центру выходит. Значит, я считаю, что матка это высшего качества. А вот в клеточке, сейчас посмотрим, что у нас тут осталось в клеточке. Если тут существует что или нет. Тут была другая матка. Этого же года. Но она мне не нравилась. Да, вот она бегает, пожалуйста, посмотрите. Вот она бегает. Итак, у нас две матки на время сентября. Вот она, маточка. Вот она, вот она пробежала. Вот она вот сюда. И вот она, вот она. Видите? Вот она сюда побежала. Спокойно сожительствует. Это не дочка. Это я поставил маточник сюда от хорошей семьи. Вот. Вот, видите? Ее видно здесь маточку. Вот она. Вот она. Это предыдущая матка. Итак, я вам показываю уж, как это спокойно выводится матка. Если закрыть матку-клеточку, в любой семье вы можете подставить маточник хорошего качества. И у вас выведется хорошая матка. И она будет сеять осенью при кормежке. Итак, друзья, посмотрите, как это вышло. Хорошо. В этой семье хорошо. А в той семье было не сильно хорошо. Поэтому я вот здесь уже у меня две запаси. Там, если что-то пропало, еще одну семейку покажу. Тут должна уже оплодотвориться, если оплодотворились или нет. Сейчас посмотрим. Я это поставлю все на низ, чтобы нам можно было поскидывать все это хозяйство. Это сюда поставим. Эту баночку временно сейчас уберем. Ну а теперь посмотрим. Здесь у меня наверху. Показываю, что у меня наверху здесь. Матка сидит в клеточке. И медок. Сейчас мы глянем, что у нас здесь есть. Подвинем. Одна пустая, остальная. Смотрим. Что интересно, матка наверху в клеточке сидит. Эта тоже пустая. А эта вот полная. Поглядим, как они ту ее запаковали. Есть тут медок? Есть. На один край согнали. Надо еще чуть куда-нибудь. Вот. Смотрим эту сторону. И здесь медок есть. На один край согнали. И вот тут маточка в клетке у меня сидит. Да, бегает маточка в клетке. Можно показать. Вот. Приблизься сюда. Вот она бегает, маточка. Вот она, вот она. Вот она, вот она, вот она. Вот она побежала. Вот, вот, вот. Вот так вот. Вот она, вот она, вот она головка. Вот она повернулась. Вот назад. Видно? Сейчас покажу. Вот она, вот она, вот она, вот она, вот она, вот здесь вот. Вот она повернулась. Вот она бегает, вот она, вот она вот прямо здесь развернулась. Вот. Хорошо. Видим матка на месте. Дальше смотреть не будем. Здесь смотрим ниже. Ниже у меня за разделительной решеточкой. Я в прошлый раз смотрел, не помню, дней пять, может, или шесть. Вот. То я там нашел, две матки аж бегало. Вот что интересно, две. Хочу посмотреть, что там у меня получилось. Стали ли они класть яйца, че нет. Вот это и весь разговор. Вот смело там остальные. Здесь у меня ничего нету, потому что это просто у меня промежуточный корпус стоит. А здесь посмотрим, стали они все тени. Так, 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 отойти в стороночку чуть-чуть. И вот эту сеточку придется снимать, чтобы они на тебя не полетели. О, по-видимому, собралась вся пчела сюда. До молодых. Я пока не буду струсивать, а положу. Вот так. Посмотри сверху, сколько пчелы. Вся сбежала сюда, на низ. Сверху. А наверху осталась старая матка, которая там, как говорится, в клеточке сидит. Глядим, это с пыльцой, ничего нету. Вот пчела спокойная. Это все перетянули сверху напрыск и пыльца. Вот тут ничего нема. Это пластиковая, отстроенная пластик внутри. Пластик. Внутри отстроили хорошая рамочка. Я стараюсь пластиком не пользоваться. И считаю, что это не совсем хорошо. Пользуюсь натуральной. Но так как у меня есть покупатели, то они иногда мне говорят, взамен мы тебе принесли пластик. Я уже молчу. Это тоже с пыльцой. Это тоже с пыльцой пчелы достаточно здесь. Вот, но здесь матки не вижу. Смотрим дальше. Сегодня хорошая погода. Всякие, так сказать, невзгоды, ураганы прекратились. И солнышко. И пчела спокойная. Даже не дымил ее. Вот она очень спокойная. Вот здесь очень достаточно пчелы. Да, смотрю, засев белый есть. Прекрасно начало сеять. Надо подождать, какой будет засев. Пестрый или не пестрый. И все, и семья готова к зимовке. Старую матку выкидаю. Так, чтобы была в клеточке. А молодую вот эту оставляю. Вот, видно и тут белый засевчик. Если, пожалуйста, давай вот на солнце видно даже. Вот смотри, приблизь сюда. Вот это вот вся эрия, видишь, беленькая. Молочко, вот это вот молочко беленькое. Видно? Приближай ближе, ближе, ближе. Вот, видишь, молочко белое. Вот, 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 бело. Видно, да? Чине? Видно. И с этой стороны тоже самое. Вот. Сейчас покажу. Вот видишь, вот, вот белое молочко. Видишь, вот это все белое. В общем, сеет прекрасно. Я смотрю, неплохо. Сейчас погляжу матку, что она представляет собой. Таким образом, поздние матки повыводились у меня. Там я уже показал в одном, нормально вывелось, сеет хорошо. А в этом вот я заметил, что уже прекрасно сеет. И здесь тоже белый засевчик. Хороший, вот так вот у нее засеяно все. Вот белая, видно тут. Вот, смотрю, куда маточка сбежала. Вроде бы здесь должна быть бегать. Пчелы достаточно, здесь белый засевчик. В общем, классно вся пчела сбежала сюда. И результат на лицо очень хороший. Я лично доволен этой семьей. Вот, осталось второй корпус поставить сюда наверх. И немножко сахару задам. И вся песня. И семья будет готова к зиме с молодой пчелой. Даже здесь видно, что пчелы достаточно. Это я уже две рамки проглядел. О, солнце зашло, тишина. Это потемнело. Это вот третья рамочка хорошая. Пчелы достаточно очень хорошо. Не вижу, куда она сбежала. Вот маточник был. Отсюда она вышла. Маточник хороший был. Вот они еще его оставили, так сказать. Хороший маточник. Засев есть. Вот эта вся местность засеяна. Вот. Она где-то тут сеет. Матки не вижу. Но раз сеет, то это очень хорошо. Сейчас мы поглядим. Может еще найдем матку. Еще не до конца дошли. Вот. В общем, я очень доволен этой семьей. Она мне дала прекрасный результат. Пчелы достаточно на зимовку. Это медовая крайняя. С пыльцой. Вот. И с медом. Вот маточка бегает. Пожалуйста, посмотрите. Вот она. Вот она. Хорошая. Поздняя маточка. Крупная. Разогналась. Уже 4 засева дала мне. Так что вот она. Вот она. Видите, побежала. Хорошая маточка. Я очень доволен этой семьей. Поздняя маточка. Засев хорошей. Пчелы достаточно. Вот. Сеет. Чем выгодно поздние маточки, я вам скажу. Если кто имеет возможность еще теплую погоду. И вот октябрь, сентябрь. То у них может быть это самая хорошая в зиму молодая пчела. Так поздние маточки всегда дают хороший засев. К зиме. Хороший расплод к зиме. И в итоге получается то, что и требовалось доказать. Пчелы в зиму идут хорошие. Семья хорошая. Да, она немножко потянет сиропчика. Но это не страшно. А зато будет хорошая молодая семья, как говорится. В смысле, молодая пчела в зиму. Итак, друзья. Я вам показал поздних маток. Кто-то говорит, что поздние матки неэффективны. Очень эффективны поздние матки. Не хуже. Проверено уже не только мною, а многими. И многими пчеловодами. И такими опытными, которые выставляют разные видео. Так что, если не будете учиться выводить маток. То ваша пасека будет всегда иметь плохие семьи. Убыточная будет. И если вы не научитесь это качество. Я вам показал сегодня первую семью. Показал вторую, третью. И вот вы видели, что в двух семьях качество хорошее. А раз в двух семьях качество хорошее, то я имею выбор, откуда выбрать хорошую матку. А если вы покупаете в Нуклеусах, то там продаются матки от хорошей семьи. Все. Но трудни разные оплодотворяют. И бывают матки разного качества. Я не говорю, что матководы плохие люди. Я говорю, что в природе так устроено. Матководы всегда стараются вывести хорошего качества. Как и я старался вывести хорошего качества. Но получилось только две. Я говорю о том, что если вы будете сами выводить маток. То вы будете иметь выбор хороший. А не будете покупать все, что продается. Только что начало сеять яйца. Вот сейчас я проверил, что у меня там хорошее, здесь хорошее, а там не хорошее. Там я быстренько рассортирую и в зиму пущу с хорошими матками. Итак, удачи вам. До встречи. Старайтесь выводить маток. Это залог успеха всех пчеловодов. Подписывайтесь, ставьте лайки, дизлайки. Задавайте вопросы. Ждем ваших вопросов. Субтитры сделал DimaTorzok